всем доброе утро дорогие друзья всем доброе утро и мы продолжаем изучать торы сейчас уже в киеве то мы были в германии сейчас мы в киеве продолжаем изучать мудрость великую мудрость торы которую нам передал царь соломон и сейчас мы находимся в четвертой главе четвертая глава книги притчи и так сейчас вот интересно я смотрю как прибавляется количество участников урока и вижу что насколько зависит все от скорости интернета в данный момент например то есть иногда если интернет очень быстрый то она сразу и пошло вверх сейчас интернет помедленнее и только сейчас появилась первая мария шувалова марина шувалова появилась первая в комнате сказала нам всем доброе утро шалом и так далее то есть вообще в жизни человека точно также все зависит от многих факторов но физический фактор он первичен первичен потому что физическое состояние она очень сильно влияет на все остальное всем шалом доброе утро и так далее значит борис маляров влад косов макс золин всем шалом доброе утро то есть физическое состояние прежде всего человек который хочет сделать свою жизнь максимально эффективной хорошей и правильно он должен прежде всего уметь менять состояние своего тела и давать телу то что телу нужно для здоровья к тому же это повелевающая заповедь история есть повелевающая заповедь история сохранять очень свои души вэш мартэм на вшатэхэм сказал бог нам сохраняйте очень свои души то есть имеется ввиду вот эти животные души тела поэтому нужно сесть ровненько попить водички подышать это левибердер с нами вот он молодец спортивный виде какой даже он движение на на аватаре фейсбуковском он в движении хорошо и мы изучаем четвертую главу говорит нам царь соломон шиму баним мусар а опять он начинает каждую главу он начинает с того что он нас настраивает на процесс он говорит как бы мотивирует на процесс он говорит шиму баним мусар а послушайте говорит сыновья мусар папы значит еще мы знаем что кто такой сын сын это есть есть такое понятие как елот елот это тот кто рожденный у родителей новорожденный или рожденный да то есть этот елот это как производная от папы и мамы то есть любой елот любой человек рожденный или даже собачка у нее из папа мама у обезьянки из папа мама то есть и они соединившись вместе мужское женское начало у них рождается их ребенок ребенок осы да ребенок теперь а кто такой сын сын это есть ребенок который слушается родителей а есть который не слушается родителей так вот сын это тот который слушается родителей и поэтому когда бог называет евреев сыновья вы для бога всесильного вашего имеется в виду не сыновья, как ребенки в физическом плане, а сыновья, те, кто слушают Тору. То есть, и в этот момент, когда ты слушаешь отца, значит, ты становишься как бы его сыном. Теперь мусар Аф, но у папы, у отца, у него есть, это мужское начало такое, у него есть мусар. Он передает Тору через жесткие методы, через методы, которые называются мусар, как мы знаем, это переводят слово как нравственность, но это мусар от слова Ли-Ясер причинят страдания и Маасар от слова ставить в тюрьму, то есть ставить в рамки. Так вот, послушайте сыновья мусар отца, прям так и говорится отца, веакшиву и прислушайтесь леда, а, веакшиву леда адбина и прислушайтесь познавать логику, постичь логику. И прислушайтесь постичь логику. Значит, комментаторы по-простому объясняют этот отрывок так, то есть, простое понимание, оно очень такое, прям, совсем простое. Кто был папа у царя Соломона? У царя Соломона папа это был царь Давид. Царь Давид. И здесь говорится, что царь Соломон, он говорит нам, царь Соломон, он говорит, послушайте сыновья мои, он говорит, те, кто хотят меня слушать и стать как сыны у меня, принять мое знание, мое знание. Послушайте, что я принял от своего папы. То, чему меня учил папа царь Давид. Вы отшивули да адбина и послушайте, прислушайтесь, познать уже мою бину, мою сообразительность, что я из этого понял. Как мы знаем уже, как работает мозг, вначале ты получаешь извне информацию, ты получаешь информацию, потом ты эту информацию внутри перевариваешь, обрабатываешь, и в итоге ты постигаешь картинку, которая является производным из внешних кусков информации, и твоя внутренняя обработка, редактура, монтаж, то, что ты из этого всего смонтировал, то, что называется бина, строительство. Итоговая картинка, которую получает человек, картинка или смысл, который он уже воспринимает, восприятие человека, это восприятие является производным следствием из того, что он услышал снаружи, и из того, что он внутри это обработал. Сегодня мне с утра один человек рассказывал про глобальное потепление, про сельское хозяйство, про ледниковый период в Европе в 12 веке. Я ему говорю, слушай, откуда ты знаешь-то это все? Он говорит, когда-то я интересовался. Я говорю, а те люди откуда знают, у которых ты интересовался? Он говорит, я не знаю. То есть он тогда, получив куски информации лет 15 назад, он эти куски информации все эти 15 лет себе переваривал, переваривал. У него внутри есть его восприятие, которым он сейчас делится со всеми, но та уверенность, с которой он делится со всеми своим восприятием, на человека неподготовленного, который Мишли притчи не учит, оно оказывает магическое действие. Люди верят, сейчас ушли, там не только я слышал эту историю, вышли все, и они уже понимают и про глобальное потепление, про глобальное похолодание, и про то, что в Украине львы водились 2000 лет назад, вообще-то прям львы одни жили, да, и было здесь очень тепло и так далее. То есть люди делятся с нами, и мы, каждый человек там, мы тоже люди, каждый делятся, надо понимать, своим переваренным, переваренным своим компотом, который, этот компот получился из компота, который ты услышал из СМИ, средств массовой информации или массовой дезинформации в основном. А царь Соломон нам говорит, послушайте сыновья, он говорит, шиму баним мусар аф, он говорит, послушайте увещевания, как бы наставления моего отца, царя Давида, вы акшивули да адбина, и говорит, послушайте, прислушайтесь, познать мою, он говорит, царь Соломон, мою мудрость. А он мудрейший из людей, 3000 лет весь мир идет по его, по его, как бы, идеям. И он говорит, почему второе, тилекахтов на татилахэм, он говорит, потому что дал я вам лекахтов, это доброе учение, хорошее учение, дал я вам торати, тору мою, альтаазову, не оставляйте ее, тору, учение мое, не оставляйте ее. И здесь тогда из второго отрывка понятно, что в первом отрывке он говорил, что не то, что он от отца получил царя Давида, ведь царь-то Давид откуда знал то, что он знал. Вот тут вот мы пришли к очень интересной точке. Есть такие люди, это был царь Давид, царь Соломон, Авраам, Ицхак, Яков, Моисей и так далее, которые, они поднялись на такой высокий пророкий, это называлось, да, они поднялись на такой уровень восприятия, что они воспринимали от Бога. И вот здесь второй отрывок, он об этом и говорит, что лекахтов, доброе учение дал я вам, торати, тору мою, это Бог называет тору, не тора учение, торати, тора моя, учение мое, альтаазову, не оставляйте ее. Теперь, как бы, во втором отрывке нам говорится о том, ради чего царь Соломон вообще нам эту всю книгу написал, зачем ему это все нужно было. Он царь, царь Израиля, он построил первый Иерусалимский храм, у него было 700 жен, послушайте, 700 жен у него было, зачем ему еще что-то в жизни, откуда у него время было вообще еще, Мишли, притчи писать. У него 700 жен, делегации каждый день со всего мира, первый Иерусалимский храм, самый великий царь в мире на то время, то есть это просто был центр мира, ехали все посмотреть на это все величие, центр технологии. Он построил Иерусалимский храм за тысячу лет до Рима, то есть Рим возник, вот эти все большие строения, на которые сейчас ездит весь мир смотреть, он его построил за тысячу лет до Рима, а потом римляне же все разрушили, забрали тогда, две тысячи лет назад, забрали всех еврейских тогда, выселили жителей, перегнали их в Рим и построили Колизей. Построили Колизей, это было как раз за деньги и руками евреев, которые уже к тому времени тысячу лет жили в Иерусалиме. Царь Соломон жил еще за тысячу лет до этого. Понятно, да? И вот, значит, зачем он все это делал? И он говорит, да я просто передаю, мне Бог дал, я передал, я от Бога получил, я передал, вот весь мой смысл. То есть я, сказал нам царь Соломон во втором отрывке, я передатчик вот этой Торы, и раз мне все Бог дал через мудрость, я эту мудрость через себя и передаю. Третий отрывок. Все молитвы, мусульманские я не знаю, но у них тоже царь Давид, это царь Дауд, а царь Соломон, это у них царь Сулейман, и все самые великие цари, которые были мусульманские, они брали себе имя Сулейман в честь Соломона, потому что они хотели по своему величию, они все на него равнялись. И в иудаизме все молитвы абсолютно построены на псалмах Давида. В Торе 150 псалмов он написал, вот весь мир молится до сих пор словами папы царя Соломона, царя Давида, потому что у человека, у обычного, у него нет такой постоянной связи с Богом. Он постоянно связан с собой, он внутри что-то с собой разговаривает, целыми днями разговаривает, с людьми разговаривает, пересказывает им фильмы, песни какие-то, мультики пересказывает. И обычный человек, он варится постоянно в словах пустых, а царь Давид, он целыми днями воспевал Всевышнего, он беседовал со Всевышним, и у него настолько были выстроены вот эти вот беседы, вот песни, стихи с Богом, что когда человек хочет с Богом поговорить, он берет и, значит, открывает псалмы и начинает словами царя Давида говорить. Потому что там есть псалмы на любую ситуацию, абсолютно на любую ситуацию, ну вот просто на любую ситуацию есть псалом. Теперь, значит, царь Давид, он посвятил себя Богу, причем у него не было, вот я один эпизод расскажу, он пришел в армию, там служили его братья в армии, и была война с моавитянами, амунитянами, с амунитянами. И выходит амунитянский такой богатырь вообще, там 2,5 метра ростом, звали его Галиад, Галиад, Галиаф, в историю он вошел как Галиаф. И ходит вот эта громила обезьяна такая, как три тайсона вместе, у него копье было, вот такой вот диаметра копье, и он говорит, ну кто на меня, говорит, выйдет, что вы вышли воевать, вы давайте, дайте хоть одного со мной победить, чтобы меня победил. И что там евреи, что ваш бог, что там это самое, и ходит такая обезьяна и кричит. И все стоят в израильске войска, но нет самоубийц, нет, просто никто не хочет выходить против него. Он ходит и орет и позорит Израиль и бога. Значит тут, а царь Давид пришел, он тогда не был царем, он был просто такой мальчик такой, парень, подросток, он пастухом работал, пастух был. И он видит всю эту картину, и он говорит, а ну дайте сейчас я с ним разберусь. Ему говорят, ты куда лезешь, мальчик, отойди, ты что не видишь, это обезьяна. Он говорит, это не я, говорит, это бог со мной. Даже на него не нашли доспеха, он маленький был. Он вышел и говорит, ты обезьяна против бога выступаешь. Взял камень, покрутил, покрутил, камнем кинул этого Галиата, камнем попал ему в лоб. Вот тот упал, он подбежал, взял у Галиата этого же меч и ему отрезал голову. Вот это было начало карьеры царя Давида, который ничего не боялся, кроме бога, никого не боялся. И дальше вся его жизнь была вот такая, что он совершенно ходил все время по краю пропасти, все время полагаясь на Всевышнего, на бога и воспевая Всевышнего. То есть для него реальности не существовало, он жил в другой реальности, в реальности божественной. Теперь в какой-то момент он уже стал царем Израиля, у него уже, там он захватил все окрестные земли. Он собирал, он хотел построить храм, но бог ему запретил строить храм. Он говорит, ты не можешь строить храм, потому что ты много людей убивал. Ты убивал людей, у тебя рути в крови, а храм может построить только человек. Когда строили храм, даже нельзя было, чтобы металлические там предметы отесывали камни. Там была очень технология, это дом мира, милосердия, мира, любви и так далее. Поэтому бог царю Давиду запретил строить храм. Но царь Давид говорит, ну послушай, я полностью с тобой, я тебе предан каждую секунду, для меня нет никакой другой реальности. Говорит, почему называется бог Авраама, бог Ицхака и бог Якова? Бог говорит ему, потому что я их испытывал, а тебя не испытывал. Царь Давид говорит, как, меня не испытывал. Меня не испытывал, да я льва разрывал там, Голиата голову отрезал, шел вообще на смерть просто с твоим именем. То есть, ну, почитайте псалмы, вы услышите, кто такой был царь Давид. По псалмам понятно. Вот откройте просто псалмы Давида, Тейлим. Тейлим это псалмы на иврите. И почитайте, вы поймете его мышление, что это был за человек. И, значит, и тут бог ему говорит, что я Авраама Ицхака и Якова испытывал, а тебя не испытывал. Царь Давид ему говорит, ну, испытай меня тогда, как ты их испытывал. Попросил испытания. И тогда бог ему говорит, хорошо. И тут Давиду открывается такая картинка. У него, он же пророк, у него открывается внутренний взор. И он видит девушку, от которой должен произойти Машеах, Мессия. То есть, он видит, это девушка, его жена, мама Машеаха. От него придет Машеах, это как бы, как был первый человек, когда он решен. То есть, это тот, кто переведет мир на следующий уровень. То есть, Мессия, Машеах и так далее. И он видит девушку, от которой должен идти Машеах. Он, значит, царь Давид в этот момент. А у него, если бог ему что-то приказал, неважно, Галиата убить там или еще что-нибудь, то он не думает о себе, он действует. Он хватает эту девушку и, значит, женится на ней. А девушка замужем. А девушка-то замужем. И муж у нее в это время офицер на войне. А это по Торе запрещено. Это как раз испытание уровня Авраама. Когда бог ему все время говорил, что бог добра, бог любви. И Авраам, для него было милосердие, это самое главное. И он с богом соединился через милосердие. А бог ему потом говорит, а вот твой сыночек, Ицхак, убей его. А теперь ему отрежь голову. Не отрежь голову, принеси его в жертву. И Авраам такой, как противоречие, непонятно. То есть, бог любви, жертвоприношения запрещены, убивать запрещено. И тут друг Баг, и этот голос внутри. Убей своего сына. То есть, и Авраам идет в этом испытании. И ему тяжелее всего в этом испытании разобраться, где голос Бога, а где личный голос эго, который говорит тебе, как надо поступать, как не надо поступать. Или ты слушаешь Бога, или ты слушаешь себя. И вот тут вот выбрать, а что ему говорит? Он любит Ицхака, он его-то убивать не хочет. Значит, что ему внутренний голос говорит? Да не, что это Бог, это ошибка какая-то. Бог мне не сказал его убивать. Наверное, Бог, это ошибка, мне кажется. То есть, его внутренний голос, его все время заставляет не послушаться Бога. И вот на вот этом вот перекрестке внутренних всех этих голосов, что такое пророчество? Это внутреннее видение внутри у человека в мозге, в мышлении. И на этом Авраам убирает, он уже хотел принести Ицхака в жертву. И тут его, прям руку останавливает ангел, говорит, стой. Я вижу, что ты реально боишься Бога. То есть, он прошел испытание. У царя Давида такое же испытание. Он, с одной стороны, он же соблюдает всю Тору. А по Торе запрещено категорически вступать в связь с замужней женщиной. За это смертная казнь, карет, отсечение души. Там Бог это запретил категорически вступать в связь с замужней женщиной. А тут ему Бог показывает конкретно, вот ты должен на ней жениться. А она замужем. И попробуй разберись в этих сигналах. То же самое, что у Авраама. Царь Давид на ней женится. Она беременна. Он сидит, ждет дальше сигнала. А сигнала нет. И она беременна. И сейчас будет капец. Будет преступление такое, что это называется осквернение имени Всевышнего. То есть, царь Давид, который всю жизнь жертвовал собой полностью ради освящения имени Всевышнего. В этот момент он попадает в ситуацию, в которой он оскверняет имя Всевышнего. Царь Израиля. Святой человек. И, значит, женился на замужней женщине, чем муж офицер в армии, которая сейчас на войне воюет с аманитянами. Вообще, он в шоке, а Бог молчит. Он думает, вот это я себе попросил испытания. Вот это он псалмы читает. Он молится. Он все. А она уже три месяца на беременности. И сейчас все откроется. И все. И он вообще не понимает, что делать. Тогда он начинает думать уже. Он начинает думать. Так, что же делать? Что же делать? И он, значит, вызывает ее мужа с фронта для того, чтобы муж к ней вернулся и чтобы скрыть, что она беременна от него. Он думает, хорошо, пускай я совершил преступление. Пускай моя душа отсекается от корня еврейского народа, от корня душ. В каре там все. Но хотя бы не будет осквернения имени Всевышнего, что царь, праведник, который все время за Бога, что он переспал замужней женщиной. Он думает, ладно, я пропадаю, но не будет осквернения имени Всевышнего. Зовет ее мужа с фронта. Муж возвращается с фронта. Урехитиец его звали. И царь Давид говорит, ну, как там на фронте дела, то все донесения, воюем, все нормально. Он ему говорит, ну, иди домой к жене. Он говорит, не пойду. Я не пойду, говорит, домой к жене. Царь Давид говорит, как не пойдешь? Иди домой. Он говорит, нет, не пойду, говорит. Я, когда мои боевые товарищи воюют, а я, чтобы развлекался там с женой, нет, не пойду. Все, я убегу на фронт. Царь Давид говорит, стоп, говорит. Все. Значит, оставайся до завтра во дворце переночив, завтра пойдешь. А сам опять псалмы читает, молится, думает, что делать. Бог молчит. Бог молчит. Он опять начинает думать тогда своей головой, как же вылезти из этой ситуации. На следующий день он говорит, все, устраиваем пир, значит, пир в честь победы. Победы. Будущей. Значит, напаивает этого Урия Хитийца. Ему говорит, все, теперь домой, говорит. Иди домой к жене. Урия Хитийц говорит, нет, я не пойду, говорит. Я не пойду домой, я только на фронт. Я сейчас захочу эту историю, потому что, ну, чтобы не было перерыва. Значит, царь Давид ему говорит, ладно, говорит. Если так, иди на фронт. И пишет письмо. Значит, Урия Хитийца отправит в самый спецназ, в самое сердце врага, в тыл врага и отступит. Пускай, думает, он там умрет, раз он так. Так, чтобы она стала вдовой, тогда он сможет на ней жениться. Он шлет с Урия Хитийцем письмо к генералу армии своей. Генерал армии читает письмо. И отправляет Урию Хитийца в самое опасное место, где Урия Хитийц геройски погибает. И царь Давид женится на Батшеве. На Батшеве и рождается у них ребенок через, уже получается, шесть месяцев. И этот ребенок умирает. После родов умирает на седьмой день, семь дней царь Давид плачет, катается по полу, молится, постится, там, ну, то есть с ума сходит. Но ребенок все равно умирает. И он говорит Богу, если ты меня простишь, то, говорит, следующий ребенок, который от нее родится, ты же мне показал, это же было пророчество, ты мне показал, что от нее будет Машех. Это же не обман какой-то, я же не просто так от себя это все сделал. Следующий ребенок будет царем после меня, он будет Машехом. И следующий ребенок у Батшевы рождается царь Соломон, царь Шломо. И об этом написано в третьем отрывке, что Бен Тибен Айти Леви, что сын я был для отца моего, Рах Ваяхит Лев Нейми, нежный и единственный у матери моей. То есть после этого Батшева, я не знаю, были дети еще или нет, но он был ее вот этим вот ребенком, ради которого вся эта история была. Теперь, чтобы было, вот послушайте, послушайте, теперь в Талмуде разбирается эта вся история, и в Талмуде говорится, царь Давид не согрешил, он не согрешил. То есть Бог, так как намерения у царя Давида были самые чистые, он хотел и просил испытания, он хотел, чтобы Бог его испытал, он полностью хотел только служить Богу. У него не было никаких других намерений, кроме служить Богу, то Бог так все устроил, что эта вся история царь Давид не согрешил. Как это так он не согрешил? Когда по закону, когда уходили на войну, то писали жене разводное письмо, что ты свободная женщина, ты не замужем с момента, как я ушел на войну, если я не вернусь с войны и там погибну или пропаду без вести, чтобы если муж пропал без вести, чтобы жена, она считалась свободной женщиной и могла выйти замуж. Потому что если не было свидетелей смерти, вот у меня дедушка пропал без вести на фронте в 41 году, отец моей матери. И когда нет свидетельств, что он умер, а может он не умер, а может быть никто же не видел, как он умер, пропал без вести. Получается, что его жена, она могла быть, ну то есть она могла быть в, как сказать, замужняя женщина, потом она вышла замуж второй раз. Если бы у нее родились дети, то замужняя женщина, которая живет с другим мужчиной, это карет, ему тому мужчине, а дети, которые родились, они мамзеры, незаконнорожденные, которые не могут жениться на законнорожденных детях по закону. То есть это серьезное преступление. Поэтому мужья, уходя на фронт, давали вот это разводное письмо. Если я не вернусь, погибну или пропаду в без вести, то ты свободна с момента, как я ушел. Понятно? Теперь Урия Хитит сдал ей такое письмо, что ты свободна с момента, как я ушел на войну. Потом, когда он вернулся с фронта, из-за того, что он домой не вернулся, он к ней не пришел. Теперь, то есть если бы он дошел до дома и с ней бы был, тогда он вернулся с фронта и тот кусок, который его не было, это было бы, что она замужем. Но так как он не вернулся домой и так как он не выполнил приказ царя, а также в Талмуде есть закон, что тот, кто не выполняет приказ царя, должен умереть. Это восстание против царя. Царь Давид два раза ему приказал, иди домой. Конкретно приказал приказ царя. Он не выполнил приказ царя, то есть это восстание против царя. Царь не имеет права простить в такой ситуации, потому что власть царя, это власть Бога. Прямо есть закон. Царь не может простить неуважение к себе, не имеет права, нет у него права. Его царем Бог поставил. Восстание против царя, смертная казнь. Получается, то, что Давид послал Урию хититься на фронт и сказал, значит, чтобы его послали на опасное место, он там умер, он не согрешил, а он выполнил то, что должен был выполнить по закону, он его должен был казнить. Если даже, если, ну то есть он должен был его казнить. Получается, в момент, когда он на фронте погиб, она стала свободной с момента, когда он ушел на фронт. То есть, когда царь Давид с ней был, она была уже свободной женщиной в тот момент. Ребенок, который, возникает вопрос, а почему умер ребенок? Ребенок умер, потому что, несмотря на то, что по закону, по букве закона, не было ни одного противозаконного действия, но тем не менее, вся эта ситуация очень сложная, и она нам доказывает, мы из нее учим, что на каком бы уровне ты ни был, не проси испытания. То есть, каждый из нас в жизни проходит ровно те испытания, которые Бог нам дает, которые мы можем выдержать. Тот, кто просит себе больше испытаний и говорит, я крутой, давай мне еще испытания, то он попадает вот в такие сложные ситуации, да. Теперь, царь Соломон, мы видим всю глубину вообще божественного замысла в его рождении, и мы поняли первых три отрывка четвертой главы, что через него к нам идет великая, величайшая мудрость. Все, удачи, успехов, всем удачи, успехов, не просите испытаний. Царь Давид был великий праведник, и на нем держится вообще весь мир. 150 псалмов царя Давида, почитайте, вот наберите псалмы Давида, вы поймете, как он мыслит, и как он общался с Богом, как он любил Бога, и вся его жизнь была посвящена Богу. Царь Соломон, мы сейчас изучаем его великую мудрость, и мы видим, что, несмотря на то, что он был очень занятый человек, очень занятый человек, он, тем не менее, написал Мишли, и с нами делится этой великой мудростью. И мы, если мы хотим прожить свою жизнь не зря, если мы хотим прожить свою жизнь по-настоящему, используя свой потенциал духовного роста и приближения к Богу, то надо учить Тору, выполнять заповеди и повторять то, что изучали. Поэтому напишите, пожалуйста, свои выводы, если есть вопросы, напишите, пожалуйста, эта тема очень такая глубокая, напишите свои вопросы. У нас, слава Богу, есть Яков Шатадин, который знает всех молодых раввинов, которые как раз изучают все эти истории глубоко, и если будут какие-то вопросы, было бы классно, чтобы эту историю глубже разъяснили. Я когда-то, когда учился в Ешиве, эту историю я слышал от Равьяков Баум, это был его урок, который полностью объяснял вот так слой за слоем всю эту историю. Там есть, я часть только рассказал, там есть еще упаковка, когда пророк Натан пришел к царю Давиду. А, знаете, почему умер ребенок? Это очень важно знать. Все у меня не складывалось, почему умер ребенок первый. Один пазл, один пазл, который полностью вам должен обязательно помочь. Послушайте, значит, когда произошла вся эта история, к царю Давиду приходит в конце, уже все это произошло, до смерти ребенка. То есть он послал Урию хититься на фронт, Урия погиб, он вроде бы вздохнул свободно, но не свободно, потому что у него реально он сидит и думает, вот это я попросил испытания, зачем оно мне надо было. Но еще она беременная, а ребенок еще не умер. К нему приходит пророк вдруг и говорит, у меня к тебе пророчество. Царь Давид ему говорит, какое? Он ему говорит, история, есть у меня для тебя история. Жил один богатый человек, говорит, и жил один бедный человек, рядом они жили. У богатого было много стад, а у бедного была одна овечка, она с ним жила, дома прямо она с ним кормилась, прям была как член семьи. И как-то к этому бедному, к богатому, к богатому пришел в гости гость. И этот богатый человек, он, значит, пришел к нему гость, и он решил этого гостя встретить гостеприимство, заповедь. И он взял и украл у этого бедного овечку, зарезал ее и накормил этого гостя своего. Вот такое у меня к тебе пророчество. И скажи, пожалуйста, царь Давид, а что делать с этим богатым человеком? Какой ему суд? Царь Давид думает, вот это испытание, вот это пророчество, да? Вообще, что со мной творится? Представьте его ситуацию, да? То есть ему бог дает пророчество, вот твоя жена, от нее родится Маше, Мессия. Он начинает выполнять всю эту историю, залазит в такие дебри, что в конце концов она беременная, убийство человека, там все. Он вообще, и тут к нему приходит пророк от бога, пророк Натан, и рассказывает еще про этих овечек, про бедного, про богатого. Царь Давид говорит, ну что говорит, по закону Торы, по закону, по букве закона, он должен за овечку, если ты украл у кого-то овцу, и эту овцу ты убил и съел, то ты должен вернуть тому человеку, ты должен вернуть четыре овцы, в четыре раза. Если овца еще живая, то две, а если ты ее уже использовал, четыре. Значит, он говорит, по закону Торы, это как бы задача из учебника арифметики, он ему должен вернуть в четыре раза. Но говорит, я как царь, я как царь, своей царской властью говорю, а его надо убить, потому что его преступление, оно намного больше, чем просто украл овцу, учитывая все обстоятельства. И тут пророк ему говорит, это ты, ты сейчас себя судил, вот это ты, говорит, сейчас ты себя судил, ты, говорит, убил Урию Хититца, руками Амунитян, ты убил его, поэтому ты сейчас подписал себе смертный приговор. Царь Давид в этот момент, он говорит, хата телефанеха, он говорит Богу, слушай, как я согрешил перед тобой, я вообще не просто в дебри залез, а куда я вообще лезу, какой я против Авраама, Ицхака и Якова, вообще кто я, он говорит, я червяк и не человек, он Богу говорит. Это в псалмах, он говорит, я тола вело иш, он говорит, куда я полез вообще, зачем я лез в эти испытания. И он начал молиться, просить прощения, все, и получилось, что Бог его простил, но ребенок погиб. Из-за того, что он судил своим судом, и как нам говорится, не суди, да не судим будешь, и та мера, которую человек судит других, судят его на небе. То есть он проявив вот эту вот строгость суда, он в ситуации, которая была совершенно непонятно, что с ним делать, потому что намерения его были хорошие. Он, как и намерения того богатого, например, да, он хотел гостя накорбить, заповедь выполнил. А что он у этого бедного украл овечку? Клиптоман, клиптоман не сдержался, пьяный был, там под наркотиками, еще что-нибудь. То есть миллион вариантов, которые можно было бы сказать, что его нужно, да, он должен вернуть, да, пускай пять вернет овец, да, пускай еще что-нибудь сделает. Ну то есть у него были миллион вариантов, как судить, как судить по-другому в этой истории. Но он, вот именно это ответ на вопрос, почему в конце умер ребенок. И для нас это для всех урок. Та мера, которую человек судит, судят его на небе. Мы создаем меру суда, которая судит, то есть когда мы других осуждаем, судим, там строго и так далее, то мы в этот момент себе же создаем внутри и снаружи очень сложные, сложные ситуации. Поэтому я вам желаю всего хорошего, то есть надеюсь, что эта история вам поможет. Почитайте, повторите, задайте вопросы, мы найдем ответы с Божьей помощью на все вопросы. И все, продолжаем изучать Тору. Всем до завтра. Пока. Удачи, успехов.